Слушайте, ну жара, что-то прям жесть. Может быть включим дождь? Ух ты ж ё моё, кто просил дождь? Друзья, всем привет. Самое время посмотреть на интерьер Skoda Rapid. Наша комплектация Ambition стоит 649 тысяч рублей, но в базе. То есть путем несложных махинаций эту цену можно довести и до 700. Ну что же делать? Бюджетный автомобиль. Попадая в салон Skoda Rapid, сразу же отмечаешь для себя, если снаружи это Привет, я, Skoda, во мне две линии, то внутри это Привет, я, Skoda, во мне два цвета. Причем они настолько скупы на цвета, что даже свой логотип избавили от веселенького зеленого цвета. Теперь он черно-серебристый. И эта же тема поддержана во всех остальных элементах интерьера. К примеру, вот у нас черные лакированные вставочки и серебристые обводки кнопочек. Конечно же, это максимум, на что они были способны. Так что салон удивит. Да кого он удивит? Никого он не удивит. А самое главное, что он никого не расстроит. Потому что он строгий, вполне себе неплохо оформленный, со вкусиком. Но, честно говоря, каких-то эмоций он вам вряд ли принесет. То есть, ну, все хорошо, вроде бы собрано, да, нормально. Мягкого пластика, кстати, нет. Сверху у нас жесткий пластик, несмотря на то, что выглядит он, как будто бы вот его можно прожать мягкий. Здесь то же самое. Нет, на ощупь он более-менее нормальный, но вот так вот, конечно же, дубовенький. И чем ниже, понятное дело, у нас тем жестче и проще. Хотя, в принципе, везде есть фактурка. То есть, здесь они, конечно же, не поскупились. А вот здесь что-то типа, какое-то подобие soft-touch. Хорошо, что здесь есть вот такая вот алюминиевая вставка. Алюминиевая или пластиковая? Алюминиево-пластиковая или пластиковая-алюминиевая, в общем-то, выглядит более-менее неплохо. Но, к сожалению, только здесь больше нигде ее нет. Двери и вовсе скупые. Здесь черный, с черным, с еще каким-то черным, разной фактурой. Сразу же обратим внимание на сиденья. Сиденья у нас, ну, они, конечно, не самые простые, в принципе. И что хорошо, можно отметить их, потому что в них, даже проехав довольно длительное расстояние, мы даже не устали. А это большой им плюс. Ну, у них вот есть и боковая поддержка на спинке, и боковая поддержка на подушке какая-никакая. И они сами такие не мягкие, не аморфные. Нет, нет, с сиденьями все более-менее неплохо. Кстати говоря, у сидений есть один аспект, о котором тоже обязательно нужно знать. Потому что вот сейчас я на самом деле сижу, вот как вы можете видеть, до педалей мне как раз комфортно. Однако, это максимальное положение, в которое я могу сесть. Напомню, у меня рост 1,87 м, то есть для высоких людей и особенно длинноногов здесь будет не так уж и комфортно. Однако, есть особенность, потому что это как бы наследственная черта, еще и с Volkswagen Polus sedan. Но, когда вы отодвигаетесь в Volkswagen Polus sedan по максимуму, то у вас слева центральная стойка. А здесь мы до нее еще, посмотрите, не достаем. Однако, если 90-градусный поворот, то понятное дело, по старой доброй традиции, наклоняемся, смотрим, заглядываем. И видим, может быть, что-то там, а может быть и не очень видим. Так что по длине регулировок сидения явно не хватает. Придвинуться можно, конечно же, близко, очень близко, так что я тут даже так и сесть не могу, как можно придвинуться. Однако, назад, как вы можете видеть, недостаточно далеко можно отодвигать это самое сидение. Конечно же, нужно экономить место и для тех, кто сидит сзади. По высоте. Наше сидение регулируется по высоте при помощи вот такого вот рычажка. Кстати, эта же опция за порядка 2000 рублей доступна и для пассажирского сидения. Оно у нас тоже также регулируется по высоте. Можно его настроить. Это хорошо. Пассажир скажет за это большое спасибо. Потому что сами ремни все равно, несмотря на то, что они регулируются, все равно достаточно высоко. То есть, без вот этого поднятия сидушки может быть некомфортно тем, кто сидит. В общем, пассажиры жалуются. А это не очень хорошо. Касательно регулировок руля мы можем посмотреть, что тоже диапазон хороший. Плюс к тому он регулируется и по высоте, и по вылету. То есть, подстроить руль под себя проблемой не будет. Вот можете оценить диапазон регулировок. За это плюсик. Это от немцев досталось Skoda Rapid. У водителя есть подлокотник. Вот такой вот, довольно узенький, тоненький, высоко. По высоте он регулируется вот таким вот образом. В принципе, под ним у нас ручник. Такой традиционный. Однако, чтобы к нему нормально подобраться, этот подлокотник все-таки нужно как-то куда-то деть. То же самое и с прикуривателем. То есть, подлокотник всему мешает. Его, видимо, придумали уже после того, как придумали все остальное. Он, кстати, с отделенницем вот таким вот углублением с одной стороны, велюровой обивкой, чтобы тут ничего не гремело, не громыхало. Однако, много всего сюда явно не наложишь. Как, собственно, не наложишь и по салону. Вот то, что вы положите сюда, скорее всего, вы забудете, оставите и потеряете. Но об этом позже. На что еще нужно обратить внимание, затрагивая посадку? Конечно же, двери. Двери нормальные. Машина стоит, сами понимаете. До дверей они все-таки додумались. Двери сделали хорошие. С нормальными ручками, с нормальными подлокотниками, с мягонькой обивкой. Заведем машину. Потому что у нас наступило лето. В середине июля, как ни странно. И все мы тут умираем, в принципе, уже от жары. Вот мы завели машину. Стрелочки никуда не побежали. Вы думаете, что они должны были откраситься в какую-то еще другую подсветку? Нет. Никаких подсветок, кроме белых, здесь не допускается. Теперь мы можем обратить внимание и на двери, и на зеркала. У нас все зеркала. Нет, не все зеркала. У нас, несмотря на то, что нет ни одного обозначения, что какое-то из них с авто, а какое-то нет. У нас водительское зеркало опускается автоматически. Поднимается. Нет. Что за прикол? Может быть, надо подержать? Нет. Авторежим только на опускание. Причем пассажирское, без авторежима. И на опускание, и на поднятие. В общем-то, не доработали. Здесь же у нас на двери очень странное расположение, честно говоря, регулировки зеркал. Однако, вот мы видим, что у них есть подогрев. Зимняя, видимо, опция, которая отдельно включается. И, собственно, традиционный рычажок для всей ваговской группы. Но вот он на двери, в какой-то вот сеточке. Кто бы мог подумать, что это? Видимо, для того, чтобы пыль туда собиралась. Потому что это не динамик. Да, декоративная. В чем был прикол? Никто не знает. Возможно, они поддержали таким образом дизайнерские какие-то, дизайнерскую мысль, динамиков. Еще и отделкой в дырочку. Дальше у нас идет включение света. Традиционная volkswagen'овская тема. То же самое и на Skoda. В принципе, такой вот рычажок авторежима нет. Чтобы включить противотуманки, нам надо просто выдвигать. То есть, это надо еще догадаться. Не подвинуть на них, на эти пиктограммки, а вытащить на себя. Раз. Ну, то есть, включая свет. Раз. И два. Вот так мы включили передний и задний. Собственно говоря, здесь же у нас регулировка уровня света фар. То есть, автокорректора здесь нет. Только ручная регулировка. Ну, это неплохо. Включим немножко кондиционер. Сейчас будет слышно, как он работает. Да, кондиционер здесь слышно. Очень сильно слышно снаружи. Двигатель работает в 15 раз тише, чем кондиционер, когда подключается. Так что, вот такая вот система. Ниппель. У нас на руле регулировка музыкальной системы и бортового компьютера. Бортовой компьютер, экранчик вы можете посмотреть. Кстати, сами циферблаты достаточно неплохие. Хорошо читаются. Классика, черный с белым. Естественно. Привет, я Шкода. Во мне два цвета, во мне две линии. Все традиционно. Температура двигателя, бак и тахометр, спидометр. Все. Остальное вот, пожалуйста, можете потыкать на бортовом компьютере. Настроить время. Сбросить километраж. А также поработать, если вот этими кнопульками. Он и показывает и запас хода, и пробег, и скорость, и текущую скорость, и температуру масла даже. Для тех, кто хочет знать, сколько у него там температура масла. Расход у нас 9,3. Да, это двигатель 1,6. 105 сил. Расход 9,3. Автомат. Автомат, конечно же, к нему есть вопросы. Не только по его включению, по его переключениям относительно рычага самого, но и по его работе. Однако, по его работе я расскажу вам в отдельном видео. А касательно рычага, конечно же, когда вы включаете, это вот один из просчетов, доставшийся тоже с Volkswagen Polo Sedan, Skoda Rapid. Когда вы включаете режим D, Drive, что вы сделаете? Вы, конечно же, включите сразу спорт режим. Это, конечно же, неплохо, потому что этой коробке спорт режиму самому еще нужен один спорт режим. Потому что 6 передач, потому что хочется, чтобы еще на одну передачу ниже он был, когда вы включаете спорт режим. Но он старается изо всех сил экономить 9,3. Нужно же держать 9,3, а то 1,6. И он же напрягается все-таки. У него есть, к тому же, еще ручной режим переключения. То есть плюсики-минусики, алгоритм перепутан. Для тех, кто раньше ездил с ручной коробкой передач, механической, скорее всего, будет не очень комфортно. Многие производители, к сожалению, делают так. Плюс от себя, минус к себе. Хотя логичнее, конечно же, наоборот. Еще есть круиз-контроль. Вот он так вот включается. Выключается. Он. Cancel. Off. То есть вот здесь вот есть еще такое положение, типа отмены. И выключается. Здесь выставляете скорость. Правый рычажок, он тоже как бы не сильно в расслабленном состоянии. Потому что на него еще повесили тот самый задний дворничек. Вот так вот все это работает. Можете посмотреть. Вот себя включаете. А так все традиционно. Как бы к этому нареканий никаких нет. Дальше идем. Музыкальная система. Без прикрас. То же самое у нас. Я имею в виду, что монохромный дисплей. Два цвета. Черный и белый. То есть хорошо, что нет никаких желтых цветов. Хотя бы за это спасибо. В принципе читабельный. Единственное, что к чему есть нарекания. Намного удобнее, когда есть циферки. А не просто. Ну как бы ориентироваться вот поэтому в пути. По каким-то надписям. Где там какая станция. Это еще нужно постараться. Пока вы не запомнили конкретно. Или отсчитывать. То есть как бы вот это вот не очень логичная система запоминания станций. По поводу работы самой системы. Ну она довольно таки простенькая. То есть ничего такого супер космического. В ней нет. Порты USB и AUX у нас расположены вот здесь. Снизу. То есть вот это как бы. Вот это место забронировано под все ваши аудиоплееры. И прочие телефончики. Тут же у нас есть. Можете обратить внимание. Пепельница. Нам кстати сказали. В машине вот здесь вот есть пепельница. Вот здесь прикуриватель. В машине не курить. Но мы и не курим. Потому что сюда вот как раз таки можно удобно положить телефон. То есть для тех кто не курит. Пепельница тоже в принципе пригодится. Потому что ну когда вы кладете телефон сюда. Он постоянно куда-то ездит. И болтается о стенке. А сюда вы можете его четко вставить. И ехать. Можете даже что-то в нем включить. И смотреть как практически хороший такой бокс под телефон. Ну конечно же он стоит там сколько-то денег. Это же Skoda. У немцев научились как за опции денежки выбивать. Вот. Дальше переходим к климатической системе. Здесь это у нас называется климатроник. Это климат-контроль. Однозонный. Все в принципе логично и просто и понятно. Здесь температура. Можно покрутить. Здесь у нас обдув. Сила обдува. Вентилятор. Ну и режимы тоже. Все можно по отдельности в принципе натыкать. То есть все удобно. Здесь вопросов нет к Skoda. Опять же выключить, включить. Подогрев сидений. Подогрев сидений честно говоря удивил скоростью нагрева самих сидений. То есть очень быстро. Практически за 10 секунд. За 15 и вы уже чувствуете тепло. Здесь же у нас выключается система стабилизации. В общем-то ее надо подержать. Все равно не вот так нажатие какое-то. А более долго. Там секунда-две. Здесь у нас центральный замок. Обогрев заднего стекла. И кнопочка, которая нажимается вот так. Никто не знает, что это. Но видимо здесь еще что-то может быть. В нашей комплектации этого к сожалению нет. Еще нужно обязательно спереди посмотреть на бардачок. Потому что вот такая вот ручка, которая выделяется. Она прямо манит и зовет. Откройте бардачок пожалуйста. В бардачке у нас вода. Почему у нас в бардачке вода? А все потому, что он охлаждаемый. За это просто в жаркие дни хочется расцеловать инженеров Шкода. Эргономистов, которые вот так вот все решили расположить и добавить такую функцию бардачку. Это прекрасно. Вот сюда можете класть свои визитки. В принципе сам бардачок. Боже, у нас нет листа А4. Нет, у нас нет листа А4. Нету. Есть у нас листа А4. Сейчас я его добуду. Я не помню где он. Лист А4. Вот такой вот у нас листа А4 есть. Поэтому самое время проверить, влезает ли сюда листа А4 целиком. То есть вот он глубокий, туда далеко-то в длину он в принципе влезает. И закрыть можно, и в принципе он даже не мнется. Ну наш, конечно же, лист уже ничто не спасет. Но в принципе в длину вот так листа А4 влезает. Потому что вот она, видите, отдельно закрывается. Может быть, если и подомнет, то совсем чуть-чуть. В принципе, посмотрите, у нас крышечка с микролифтом, что приятно. Глубина очень серьезная. Можно много всего наложить, чувствуется. Но вот это вот, конечно же, тут такая вот нарост. Он что-то здесь немножко скрадывает пространство. Выключение ладушки безопасности пассажира. И вот здесь вот у нас вот такая вот дырочка с обдувом. Что-то там, короче. В общем-то, обдув идет у нас оттуда. Вот, вот так вот это все сделаем мы. За бардачок плюс можно поставить. Ну, единственное, ну нормально. Более-менее... Более-менее неплохо закрывается. Что у нас на потолке? На потолке у нас очешник с микролифтом, с мягкой подложечкой. То есть здесь вашим очкам будет очень даже удобно и прикольно. Свет у нас включается вот так вот отдельными кнопочками. Водителя обделили макияжным зеркальцем. Честно говоря, сам козырек дубовый, простющий. Просто до невозможности. Обивка потолка у нас резиновенькая. Вот такая вот какая-то с... Как будто бы сверху тряпичная салфеточка. Такая, ну, может быть, сделана для того, чтобы его можно было как-то мыть или чистить. У водителя есть ручка. То есть для тех, кто боится держаться за руль, он может, конечно же, держаться за ручку. И за ручку сверху, слева. И за рычаг КППП. КППППП. Ну, в общем-то, когда страшно, так говоришь. КПППППП. Нужно еще отметить, что вот так как я сижу, мне левой ноге не очень комфортно. Потому что я постоянно бьюсь об эту ручку жесткую. Она... на ней ничего нет. Она дубовенькая. Все равно жесткая. То есть вот коленке уже мне некомфортно спустя там несколько часов езды. В дальней дороге явно комфорта это не прибавит. Конечно же, если вы будете ближе сидеть, возможно, вы как раз-таки попадете. Давайте я попробую. Вот в эту выемку. Так, получившуюся у инженеров. Ну, вот мне не очень комфортно, честно говоря. Теперь давайте переместимся назад и посмотрим, как живут задние пассажиры в условиях того, что передний водитель 187 сантиметров. Итак, сзади у нас... Ого! Удивительно. Это очень даже странновато, потому что на первый взгляд казалось, что сзади место должно быть совсем впритык, потому что я уехал далеко. Но действительно, инженеры об этом позаботились. То есть вы неспроста не можете отодвинуть спинку еще дальше, потому что нужно, чтобы у задних пассажиров 100% было место для ног и для коленей. Да, его здесь много, потому что у меня еще есть запас, при том, что отодвинуто оно по максимуму. То же самое касается и ног. Снизу место просто завались. То есть ногам удобно. Что касается головы. До потолка у меня порядка, ну, сантиметра-полутора, наверное. А если я выпрямлюсь и немножко облокочусь назад, для этого нужно достать подголовник. Вот такой вот у нас здесь подголовничек. Мы его достаем. Облокачиваемся на него и упираемся затылком. Вот в эту покатую часть крыши. То есть, в принципе, для высоких сзади, ну, вы будете постоянно задевать за потолок. Наэлектризовывать свои волосы. Ну, или как-то вперед сместитесь. То есть, если вы садитесь как-то более-менее по отформовке самих сидений. А так и нужно садиться. Только так у вас гляшки лежат на самой подушке. То есть, в дальнюю дорогу вы будете жертвовать или удобством спины и попы, или удобством головы. Что есть здесь сзади у пассажиров? Помимо карманчиков и пепельницы. Да, пепельницы. А может быть там спереди и не пепельница вовсе. Ну, в общем-то, она такая резиновенькая, с выемкой. А вот здесь вот как раз-таки похоже на пепельницу. В общем-то, здесь есть еще вот такой вот большой подстаканник. Но это можно выкинуть, и это будет второй подстаканник. Да. Вот духоводов сзади, конечно же, у нас нет. И у пассажиров сзади есть у каждого по своему личному стеклоподъемнику. Ну, кроме того, кто не сидит посередине. Та же самая тема с сеточкой непонятного назначения декоративной. Еще у... хотел сказать, что есть подголокотник, но его, конечно же, нет. За него нужно было доплатить порядка трех тысяч рублей. Так, давайте посмотрим, как себя чувствует пассажир, который сидит посередине. Вот это да. В общем-то, у пассажира посередине едва ли не больше места над головой, чем у пассажиров по бокам. А как это достигается? Достигается это все... Ой, бляха-муха. Центральный тоннель. Блин. Развернуться, не развернуться. Короче, чуть ногу себе не сломал. А вот эту вот жесткую пластмасску. Достигается это за счет того, что вы сидите нам немножко поближе. То есть вы опираетесь вот на эту часть, а она, как видите, вот на сантиметра, на 4-5, ближе сюда. Соответственно, ваша голова еще не упирается в скат крыши. Поэтому, когда вы достанете подголовник... Вы достанете подголовник-то вообще? Подголовник, раздавайся. Вот ведь, блин. Нет, подголовник не достанется. Почему? Потому что здесь, видимо, умные чехо-немцы предусмотрели, что здесь должен сидеть какой-то ребенок. И именно под него и сделали подголовник. Я, если облокачиваюсь на этот подголовник, то голову запрокидываю, еду с запрокинутой головой и ничего не понимаю, что происходит. Здесь есть ремень безопасности, соответственно, за это можно похвалить. Можно пристегнуться. Нужно пристегнуться. Ну так вот, колени мне ничего не мешают посередине. Здесь есть центральный тоннель, как вы уже поняли, с пластмасской, в которую можно разбить себе коленку или голень. Но доехать можно, потому что для головы есть место, для коленей есть, для ног есть. Пятая точка, ну, долго не продержится, но ехать можно. Это уже плюс. Еще у пассажиров сзади у нас есть... Ай, бляха, да что же ты, елки зеленые. Еще у пассажиров сзади есть складывающаяся спинка задних сидений. Она есть по умолчанию, у Skoda Rapid, даже в самых простейших комплектациях, но там будет спинка складываться целиком. А у нас же она складывается в пропорции 60 на 40. Здесь вот есть вот такие вот достаточно удобные, в принципе, ручки, за которые легко можно нажать и сразу потянуть. И спинка таким вот образом складывается у нас. Давайте вот здесь еще посмотрим. Вот так раз. И вот так вот она складывается. Так что вы сразу можете, как в хэтчбеках, достать что-то из багажника. Правда, тянуться придется довольно далеко, если у вас особенно что-то в задней сетке лежит. Особенности обивки, заметные только отсюда, это то, что забыли положить вот этот прямоугольничек, обить все обито, а прямоугольничек нет. Но ничего. В принципе, да, вот здесь все обито. Проем, как вы видите, квадратишь, практишь, чехишь. Ну, в общем-то, все хорошо. Ну, да, вот кроме того, что постоянно ремни, с ремнями будет морока. Вот они туда проваливаются, то есть постоянно их надо будет отщелкивать, возвращать на место. Касательно обивки сзади, давайте посмотрим. Ну, вот здесь у нас, кстати говоря, голый металл, что, в принципе, довольно-таки не очень хорошо, мне кажется. Полочка трястись и шебуршать будет. Ну, вот, может быть, она будет немножко потрясываться. Но, в принципе, она мягкая, такая вот прям вся ворсистая. Сюда так, кстати, тоже можно что-то положить, видимо. Ну, что-то плоское и большое. Документики, может, какие-то, чтобы вам по головам не настучало при сильных торможениях резких. Конкретно еще по обивке. Ну, да, вот здесь жесткий пластик, но, в принципе, все так плотненько. Здесь вот не ходит ходуном-то. Вот здесь вот какие-то выемки. Кто знает, что это, пишите в комментариях. Да, Skoda Rapid каждому по ручке, возителю-пассажиру и задним пассажирам тоже. Здесь у нас еще есть центральный плафон, который включает сразу два света, но хотя бы здесь это включается. У некоторых, как мы знаем, для этого нужно тянуться вперед, здесь нет. Сразу можно включить оба света. и на этом все, дорогие друзья. С задними местами разобрались, с передними тоже. Дальше можете сами выбрать, куда вы хотите переместиться, под капот залезть, в багажник посмотреть, или, возможно, сесть за руль и поехать, посмотреть, как машина в деле. В общем-то, выбирайте, смотрите. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!